Итальянцы обожают театральный жест, даже о своих бедах и проблемах говорят темпераментно и со множеством восклицательных знаков, особенно когда речь заходит о Венеции, городе, который уже много веков ведет борьбу с морем, рискуя окончательно погрузиться в морскую пучину из-за проседания грунта и частых приливов, которые венецианцы называют аквальтом, что в переводе значит «высокая вода». С проблемой высокой воды и разрушением фундамента столкнулись не только венецианцы, но и жители Рязани, которые сегодня также эмоционально могут рассказать о своей беде. Дом по улице Есенина стоит буквально на воде. Но если Венеция – это красиво, то здесь люди задыхаются от запахов стоков, нашествия комаров и постоянной влажности в квартирах. В подвале дома уже не первый год стоит вода. Ну вот у нас трещины в стенах, сырость, холодно все время, потому что постоянно вода. Представляете, влажность какая. Запах от гниющего мусора, вода, в которой процветает жизнь, личинки и прочие водные насекомые, влажные стены и полчища комаров. Эта картина, кроме отвращения, вызывает недоумение, откуда в подвале скапливается столько воды. Дому нашему с 58-го года он эксплуатируется. Ни разу капремонта не было в подвале. Вы представляете, что это такое? И поэтому там источные и канализационные. Но все говорят, что это грунтовые воды. Но ведь грунтовые воды тоже надо убирать. Выход из ситуации есть. Откачать в очередной раз воду из подвала, а затем забетонировать его. Все упирается в деньги. У жильцов дома их нет, а капитальный ремонт подвала не запланирован. Завтра здесь ждут комиссию и жилищную инспекцию. Какой вынесут вердикт эксперты, узнаем уже скоро. Насколько скоро за выводами последуют действия, неизвестно. Но, как гласит пословица, вода камень точит. Стены этого дома из-за высокой влажности уже начали трескаться.